Ну и там же на сессии с ежегодным докладом о социально-экономическом положении дел в регионе, включающем основные направления бюджетной политики, выступил губернатор Игорь Кошин. Руководитель субъекта в целом рассказал, какая работа была проведена за последний год в Ненинском округе для улучшения качества жизни местных граждан. Помимо этого, Игорь Кошин изложил основные параметры дальнейшего развития региона. В настоящее время социально-экономическая ситуация в округе характеризуется как стабильная. Более того, отмечу, наблюдается рост основных экономических показателей. Валый региональный продукт в 2014 году по сравнению с предыдущим годом вырос практически на 7 миллиардов рублей. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 30%. Индекс промышленного производства составил 105,8%. Что касается динамики достижения целевых показателей майских указов президента, то она характеризуется в целом в нашем регионе как положительная. Однако не все плановые значения по итогам 2014 года были достигнуты. Акционировано общество на ремонт строй. В 2013 и 2014 годах для выравнивания финансово-экономического положения предприятию была оказана финансовая помощь в размере 578 миллионов рублей. Это серьезная цифра. Два детских сада на территории нашего города. Итог. На 1 мая 2015 года общая сумма задолженности по новинам строя составила порядка 199 миллионов рублей. Еще одно акционерное общество с государственным участием. Нинская импульсная компания, которая ежегодно, более того, практически планово наращивала убытки по основному виду производственной деятельности. К текущему капитальному ремонту склада. В результате суммарный отток денежных средств Нинской институтной компании в этом направлении деятельности за 6 последних лет составил 843 миллиона рублей. Из них чистый убыток 590 миллионов рублей. Практически полторы-две школы на территории Нинско-Автономного ухода. Практически поддерживать неэффективный менеджмент, тушить банкнутами огонь больше нельзя. И не будем. У нас есть куда вкладывать средства. Это социальная и экономическая инфраструктура. Сегодня в наших силах переломить ситуацию в лучшую сторону. Перестать опираться на логику двойных стандартов. А успешность региона и эффективность работы органов государственной власти и местного самоуправления измерять одним основополагающим критерием – железным, как говорится, аргументом качеством жизни нашего населения. Благодарю за внимание. Нас ждет большая работа. Спасибо. Спасибо.